Всем привет-привет! С вами снова Надя и новое видео на канале. В этот раз мы сделаем его в формате влога, чтобы было немножко динамичнее. И тем более я собираюсь сегодня вам показать свое общежитие, свою комнату. Немножко мы затронем вообще полностью общежитие, коридоры. Я покажу вам, как тут все работает, расскажу, сколько мы платим, расскажу, кого сюда заселяют. Поэтому формат влога будет наиболее удачным. И как всегда хочу напомнить вам поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал. А также вы можете подписываться на мой инстаграм, на мой телеграм. Все под ником Nadia Sailor. Ваша поддержка поможет мне продвигаться и поможет другим людям узнавать больше о возможностях в нашем мире. По-моему, это классно. Здорово. Все, погнали к основной теме. Сегодня я вам расскажу про мое общежитие. Покажу вам все, 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 прям все покажу. Сейчас я стою на фоне белой стены в своей комнате. Пока что вы не видите комнату. Мы начнем с вами издалека, с улицы. Зайдем в общежитие и так далее. Я вам все расскажу. И потом в конце вы увидите, что находится в моей комнате, за которую я плачу, кстати, 0 евро. Не совсем так. Сейчас расскажу, почему. Так вот, для тех, кто не знает, напомню, что я сейчас живу в городе Варезе. Это север Италии, провинция Ломбарди. И учусь в университете, который называется University of Insubria на магистрской программе. Полную историю моего поступления вы можете посмотреть в предыдущем видео на этом канале. Обязательно рекомендую вам туда заглянуть, чтобы узнать об этапах поступления в Италию и о каких-то таких подводных камнях, которые могут встретиться вам на этом пути. Также в том видео и сейчас уже я упомянула, что общежитие я получила абсолютно бесплатно. Да, это действительно возможно. Единственное, что мне нужно было заплатить, это 300 евро, как такой депозит. Назывался он Security Deposit. Я не очень поняла, возвратят ли его в конце, то есть учитывает ли он просто какие-то поломки, или это за охрану, которая там круглосуточно охраняет наше общежитие. Но посмотрим. Я думаю, 300 евро за год это не так уж и много для Италии. Нет, ладно, конечно, это очень мало, 300 евро просто как депозит, и жить здесь год бесплатно, это отличная возможность, потому что мои знакомые, они платят примерно там по 300, по 400, по 500 евро в месяц, не учитывая какие-то там коммунальные услуги даже. То есть, ну, это варьируется от города к городу, но Север-Италия, он достаточно дорогой, поэтому мне очень повезло, что я получила общежитие. И сейчас расскажу почему. На самом деле у нашего университета несколько общежитий, одно из них, в котором живу я, называется Карло Катанео, я прикреплю название сюда, и оно находится прямо рядом с кампусом университета, то есть ты вышел на улицу, прошел там 300 метров, и все, ты на учебе. Есть еще одно общежитие, которое находится в центре города, до него пешком идти минут 40, на автобусе там минут 20, поэтому это не самый лучший вариант, и там нужно платить обязательно, даже если ты его получил как студент с большими достижениями, платит там около 200-300 евро. Теперь рассказываю, почему я счастливчик, что мне дали это общежитие. С моего потока, с моего курса, дали в начале года общежитие только мне, из иностранцев. Итальянцам тоже дают эту общагу, в основном здесь живут итальянцы, я очень мало здесь встречала людей, которые говорят на английском, только сейчас они начинают появляться. В основном это местные, даже те, кто живет в Милане, да, там в 40 минутах от этого города, им тоже дают общежитие. Дают его по достижениям, так как я первая в рейтинге за свои там оценки, за волонтерскую деятельность на процессе там бакалавра, я получила общежитие. Это для меня не было сюрпризом, но я очень сильно обрадовалась, потому что это избавило меня даже там от поиска квартиры, от оплаты за квартиру, за комнату и так далее, и так далее. Но хочу заметить, что сейчас уже к середине года, после первого семестра, двум людям из моей группы дали тоже это общежитие, потому что на самом деле ты здесь ходишь по общаге и понимаешь, что комнат... Есть пустые комнаты. Даже у меня здесь на этаже, в моем блоке, есть пустая комната, и я не понимаю, почему она пустая, почему туда не могут заселить какого-нибудь классного студента или студента, который нуждается в общежитии, а таких много. Правда, иностранцы здесь есть. В основном это из Африки иностранцы, либо из Индии, Пакистана. Русских я не встречала пока что, но знаю, что один человек точно есть. Это, наверное, такая основная информация по организации общежития. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, либо мне в Директ, в Инстаграм, в Телеграм. Я обязательно отвечу. Пока что давайте тогда к делу. Пойдем смотреть общежитие с самого начала. Все, мы вышли на улицу. Я сейчас стою на фоне своего общежития. Как я уже сказала, оно находится на окраине города, до центра. Здесь примерно 20 минут на автобусе и 40 минут пешком. Выглядит общежитие вот так. Здесь 4 этажа, и я как-то считала, что вроде бы здесь примерно живет 100 студентов. Да, наверное, где-то 100. Я уже говорила, что это общежитие прямо рядом с кампусом университета, и как вы можете видеть, вот это забор. Это забор кампуса. То есть мы просто выходим из общаги, проходим туда, либо туда, и попадаем в нужный нам билдинг, в корпус университета. Здесь, кстати, классная зеленая зона. Там находится парк, где можно кататься на скейтборде, на самокате, не знаю, на велосипеде. Единственный минус, что нет поблизости магазинов. То есть ближайший магазин, до него либо идти пешком в 20 минут в ту сторону, либо идти пешком 20 минут в ту сторону. Но есть кафе, есть столовая, и пойдемте скорее в общагу, потому что холодно. Пойдемте вот сюда. Для входа мы используем такую карточку. Я ее, кстати, потеряла. Просто прикладываем сюда, и дверь открывается. Здесь вот лого универа. Здесь такая зона. Там охрана. Пойдемте тогда покажу вам, как это вообще выглядит. Общага имеет форму квадрата, и посередине у нее вот такой парк, куда, по-моему, выходить нельзя. Я не понимаю. Дверь открыть можно, но туда никто не выходит. Здесь у нас находится принтер. Ты платишь 5 евро за 160 листочков. Сюда кладешь 5 евро, получаешь карточку, можешь печатать спокойно. Здесь комнаты, где сидит охрана, вахтер и так далее. Здесь есть карты, различные подсказки. То есть вот, например, карта кампуса университета. Вот так вот выглядит общежитие в форме квадрата, как я вам уже сказала. И вот это кампус университета. Идемте дальше, я вам покажу. Идем по коридору. Обычно я как раз вот так вот иду в свою комнату. Здесь разные плакаты. Можно, не знаю, посмотреть про город, какие-то исторические штуки. Здесь какие-то залы. Не знаю, для чего они нужны. То есть какие-то комнаты. Вот здесь вот учебная комната. Здесь можно, видимо, поучиться. Я туда ни разу не заходила, если честно. Но одна из таких ключевых комнат на первом этаже это аудитория. Здесь у нас в общежитии есть аудитория, которая закрыта. Там много-много стульев, экран, и она такая, знаете, ступенчатая. И как раз напротив входа в эту аудиторию находится мой блок. Коридор. Дверь направо. Но мы посмотрим с вами чуть позже. Пока давайте прогуляемся еще немножко по общаге. Здесь есть, например, туалет, потому что в этой аудитории проходят лекции, поэтому сюда можно сходить. Также сюда ходят, например, охранники. Не знаю, зачем вам эта информация. И студенты живут вот в таких блоках. То есть есть вот один блок, второй блок. В блоке четыре комнаты, и в каждой комнате живет по одному человеку. В конце блока кухня. Мы с вами все это посмотрим. Здесь также четыре комнаты, кухня. Идем с вами дальше. То есть, как я вам уже говорила, это в форме квадрата, поэтому мы просто идем как будто по кругу, или, не знаю, по периметру квадрата. Периметр, сам квадрат — это коридоры. А такие отвратления, которые отходят от угла квадрата, это блоки, где живут студенты. То есть, например, туда опять же блок живут студенты, туда живут студенты. Там тоже самое. Там, кстати, у нас есть буккроссинг. Можно взять книжечки, даже есть на русском языке что-то. Пойдемте на второй этаж. Я считаю, что общежитие очень классное, конкретно это. Здесь есть все, и можно поиграть в бильярд, можно заняться спортом, можно, не знаю, что-то перекусить. Сейчас мы с вами здесь все посмотрим, потому что это все находится на втором этаже. Вот, мы с вами поднялись на второй этаж. Здесь точно такая же структура. Пойдемте в эту сторону. То есть, вот у нас квадрат, это середина квадрата. Смотрите, как прикольно. Вот тут находится спортзал. Я сейчас вам продемонстрирую, это я. Я вам сейчас продемонстрирую, как там внутри спортзала, потому что я утром сегодня ходила на тренировку и уже засняла видео для этого момента. Здесь тоже мы берем ключ, полестро от спортзала и подходим. По вторникам и четвергам проходит йога. Не знаю, ни разу не было, поэтому не знаю, что это такое. И вот так выглядит зал. Странно, раньше здесь были хоть какие-то тренажеры, правда, без всяких весов. Сейчас тут просто стоит велосипед, который, по-моему, даже не работает. Коврики лежат и все, в принципе, с камня. Я. И тут я по утрам занимаюсь. На самом деле, конечно, то, что здесь уже есть зал, это суперкруто, потому что в комнате места мало и заниматься там не очень удобно. А здесь по утрам вообще никого нет, ты приходишь спокойно, есть коврик, есть окна, много места. Можно делать все, что угодно. И мне нравится. Так, да, возвращаемся с вами в реальность, в день и идем дальше по общежитию, идем дальше по периметру. Так, смотрите. Вот здесь, например, у нас находится какой-то опять зал. Там я ни разу была из зала гор. Без понятия, что это такое. Идем дальше. Очень интересные коридоры. Ну, вот это очень классная комната. Это называется игровая комната. Я не взяла, к сожалению, ключ. Но там находится теннисный стол, бильярд и настольный футбол. Это суперклассная комната. Блин, там, представляете, бильярд в общежитии. Что вообще? И как всегда, вот эта штука. Проходим с вами дальше. Попадаем вот в такой зал. Я сильно здесь разговаривать громко не буду, ну, много, потому что здесь обычно студенты учатся. Например, вон там девочка сидит, учится. Не буду вам ее показывать. Но пойдемте сразу пройдем к автоматам. Здесь можно посидеть, покушать, поучилиться, поболтать. И здесь мы можем увидеть первый этаж. Здесь вход, через который мы входили. Ливанчики. И вон там сидят наши вахтеры. Они постоянно меняются. Так, смотрите, что тут есть. Вендинговые автоматы. Так, давайте, вот так вот. Можно выпить кофе. Они буквально там стоят, не знаю, 40-50 центов. Можно купить какой-нибудь перекус. Можно попить воды. И идем дальше. Все, на самом деле, по инфраструктуре общежития на этом все. Сейчас мы пойдем в мой блог. Я покажу вам кухню и потом на крест покажу вам свою комнату. Кстати, немного о том, как тут вообще можно не принимать здесь гостей. Да, можно. С, по-моему, с 8 утра до 11 вечера вы имеете право прописать здесь одного или, по-моему, даже уже двух гостей. Но никому оставаться нельзя на ночь. То есть, даже если это член нашей семьи, мама, папа, брат, сестра, нельзя. Нельзя остаться, потому что считается, что комната на одного, что кровать одна и что безопасность превыше всего, поэтому только пришел гость, его записали и в 11 нужно выйти. Так, возвращаемся в мой блог. Как я вам уже сказала, здесь 4 комнаты. Эти 2 комнаты находятся на солнечной стороне, а эти находятся в теневой стороне. Угадайте, на какой стороне живу я. Я живу вот в этой комнате. Всего тут 4 комнаты, 4 человека. На эти 4 человека у нас есть одна кухня, которая находится в конце. Мы с вами заходим на кухню. Здесь супер тепло и супер светло, потому что здесь тоже попадает... Сюда попадает солнце, в отличие от моей комнаты. Здесь есть диванчики. Я думаю, вы видите там шкаф, стол, духовка, индукционная плита. Здесь плюс есть посуда. То есть, это никто не покупал, это все предоставляет общежитие. Я, кстати, разбила один такой стаканчик. Не знаю, что теперь делать. Ну да ладно. Раковина. Это как нужно разделять мусор. Мы разделяем мусор там на пластик, стекло. Я вам все это покажу. То есть, например, вот сюда мы скидываем там пищевые отходы. Здесь также есть там шкафчики всякие, картошка, холодильник, который мы разделяем. Вот 4 человека делят холодильник. И морозилка. В общем, все есть. Все класс. И самое классное это балкон, потому что у меня нет солнца в моей комнате. Поэтому я люблю выходить на балкон. Здесь суперкруто, суперклассно. Можем посмотреть, как выглядит общага вот так вот изнутри. То есть, моя комната находится вот здесь. Видите, солнце там. Моя комната выходит на окна других людей. И она еще и на первом этаже. Кто-то вот сушит свои вещи, например. вот эти белые окошки это туалет. На самом деле, я очень жду лето, потому что летом здесь будет на этом балкончике будет супертепло. Можно будет прямо здесь, не знаю, здесь на стульчике посидеть. Потому что вот смотрите, как повезло людям, которые живут на этой стороне. Вот здесь вот. У них там сходит солнце, оно так проходит, днем у них солнце и вечером вон там потрясающий закат. Что вижу я? Я вижу соседей. Смотрите, здесь нужно выключать свет. Мы уходим с вами из кухни и вы подумали, что мы сейчас пойдем в мою комнату. Но нет, я оставлю это на сладенькое. Мы сначала прогуляемся с вами в подвал. Это очень тоже важный этаж в нашем общежитии. Кстати, тут даже есть лифт, так как четыре этажа, кто-то, не знаю, спускается по лестнице. Как я, например, ни разу не ездила здесь на лифте. Кто-то ездит на лифте. Так, идем в подвал, там супер-супер темно. Помогите. А, все. Эликайте. Лампочки, которые сами включаются. Та-дам! Смотрим, что находится здесь. У нас тут как такая игра. Идем направо. Здесь находятся стиральные машины и сушилки. Стиральные машины стоят 2 евро за стирку. Можно загрузить очень много вещей. Прямо сюда кидаешь монетку, загружаешь вещи и там она стирается. Сушилка стоит 1 евро за одну сушку. Здесь, заходим сюда, здесь можно посушить вещи. Никто это ничего не покупал, это все предоставляет, эти сушилки предоставляет общага, поэтому супер-классно. Так, идем дальше. Здесь надо опять закрывать дверь. Здесь, правда, очень холодно. Сейчас включится свет и вы увидите кое-что классное. Та-да-а! Велики. Да, супер-классная плюшка, которую получают студенты общежития. Это то, что можно взять бесплатно велосипед и покататься. Я ни разу еще не брала, потому что пока что зима, что-то я болела, и так и не зима, я брал велосипед. Они с наоборот, самые обычные какие-то там скоростные велосипеды, просто велик. Но все равно, мне кажется, это прям прикольно. Никогда такого не видела. Плюс мы проходим сюда дальше. Здесь супер-холодно, потому что уже выход на улицу. И сюда мы приносим мусор и разделяем его. Соответственно, тут недифференцируемые расходы, что я вообще сказала, отходы, пластик, там пищевые отходы, стекло и бумага. Все обязательно нужно разделять. А здесь выход на улицу. Та-дам! Смотрите. Первый раз сюда иду, честно. Вот. Машинки там. Все, идем обратно, я покажу вам свою комнату. Так, ну что, вы готовы? Смотрите, открываем дверь и та-дам! Та-дам! Комната студента в University of Insubria. Давайте посмотрим подробнее. Та-дам! Та-дам! Да, вот так, собственно, выглядит моя комната. Кровать, шкаф, стол, туалет, ванна, еще один шкаф, цветочки, все, что нужно для жизни. Сейчас мы с вами подробнее посмотрим, я вам все расскажу, все покажу, для чего тут как надо, и все будет супер. Одно из условий проживания в общежитии это нельзя менять перестановку мебели. То есть, вот как она здесь стоит, как вот кровать стоит посередине, думочка стоит возле батареи, как стол там стоит, где-то в углу, шкаф здесь, ничего, это нельзя менять. Смотрите, здесь я коллекционирую мусор, бумага, потому что бумагу я вынесу позже. Здесь шкаф есть, в шкафе ничего прикольного, там обычный совсем шкаф. здесь была такая штука, куда можно вешать всякие куртки. Здесь у меня висит чувачок. Та-дам. Здесь шкаф, который можно забить всем чем угодно, стол, и полка еще была дополнительно. Здесь у меня супер какие-то мотивационные штуки, я их недавно повесила совсем, цветочки, горшочки языке, и открытка от мамы с папой. Сейчас смотрите, какой у меня есть классный зачок от Little Big. Дальше смотрите, здесь у меня что-то типа балкона, он есть у всех, то есть это окна, но прикольно, панорамные окна, единственное, что, как я вам уже говорила, это не солнечная сторона. Летом здесь должно быть максимально комфортно, вот так я вижу общагу из окна своей комнаты, а это уже находится универ здесь. Как вы помните, кухня вон там. И теперь покажу вам ванную комнату, она тоже достаточно просторная, здесь есть душевая кабина, пожалуйста, зеркало, которое я помыла неправильно, и поэтому оно грязное, пожалуйста, раковина, полотенце нам тоже выдают общежитие, можно каждую неделю, каждый вторник менять полотенце и постельное белье. Здесь у нас туалет и биде, потому что как же в Италии без биде можно обойтись? и окно, которое, оно такое, ничего не видно, в общем, никто вас не увидит, но вы видите тот же самый вид отсюда. Вот так вот. И, собственно, всё, вот так выглядит моя комната, моя небольшая комната, 20, сколько здесь квадратов, я не помню, 20, по-моему, или чуть меньше, и напомню вам, что я не плачу абсолютно ничего и живу здесь одна, спокойно, могу приходить в любое время в общежитие, то есть для меня нет какого-то коммендантского часа, карточка работает два суточа на вход, а единственное, что нас просят на время, когда мы уезжаем, допустим, ночевать где-то в другом месте или уезжаем, там, не знаю, на каникулы, нас просят заполнять специальный документ, который мы прописываем, когда мы уехали, когда мы собираемся приехать. Я думаю, что это больше для безопасности, потому что, если студента нет, то можно его найти и, там, узнать, что он уехал, например. Плюс у вас, наверное, будут вопросы про коммунальные услуги, скажу сразу, что я ничего за это не плачу, опять же, есть горячая вода, есть отопление, что очень здорово для Италии, во многих квартирах здесь реально люди мерзнут, потому что отопление очень дорогое и обычно за него не платят. У меня есть батарея здесь, есть батарея на ванной, я могу тоже регулировать, как это называется, уровень тепла в комнате и здесь всю зиму мне было достаточно комфортно, можно было целый день ходить там в шортах, в футболке и не испытывать никаких, не знаю, неудобств. Ну и по остальным условиям, я думаю, вы заметили, что здесь достаточно комфортно, удобно, я не знаю, я считаю, что мне очень повезло, что мне дали место в этом общежитии, ну как, ты просто нарабатываешь рейтинг, нарабатываешь себе всякие достижения, участвуешь волонтёром в разных проектах, хорошие оценочки у тебя, и ты получаешь общагу, поэтому это тоже иногда важно для учёбы учтить, я думала, что вдруг это мне никогда не пригодится, но мне это пригодилось, я получила стипендию, получила общежитие в этом, получила общежитие в этом городе Италии, понятно? давайте разрешать уже это видео, я вам всё рассказала, если у вас есть какие-то ещё вопросы, обязательно пишите в комментариях к этому видео, мы всё с вами разберём, я всё вам расскажу там подробно, подскажу, может быть, вдруг вы поедете в этот вуз поступать, будет, будет очень здорово. Я напоминаю вам, чтобы вы ставили лайк этому видео, подписывались на мой канал, потому что это поможет мне, поможет другим людям, давайте работать вместе, потому что мы должны развиваться вместе, должны помогать друг другу, поэтому вы классные, я классная, все классные, йоу, всё, уже началась какая-то гиперактивность, поэтому до скорых встреч, друзья, увидимся на следующей неделе, пока! Субтитры сделал DimaTorzok